Вот этот саженец уже готов к посадке. Наиль Ханов о деревьях знает все. Еще отец, лесник, с 40-летним стажем научил его правильно сажать, соблюдать влажность почвы и учитывать приживаемость. Сегодня уже он готовит полмиллиона саженцев осины для всей республики. При посадке саженцев закрытой коневой системой, главное, чтобы корни были покрыты землей, и чтобы воздуха не оставалось. И еще надо смотреть влажность земли. Если не хватает влаги, надо уж полить. С помощью поливальной рампы мы поливаем воду в сеянцам. Средний у нас полив происходит от 4 до 8 часов. В этой теплице размером с футбольное поле почти миллион саженцев сосны. В таких же выращивают европейские ели, сибирские лиственницы, мелколистные липы, рябино. Вот именно если смотреть эти саженцы, им сейчас 3 месяца, они были посажены у нас 27 мая. Они уже полностью готовы к посадке. Сейчас им 12 сантиметров. Это у нас 12 сантиметров стандартный посадочный материал. В детстве сажали, руки ничего не забыли. В Сабинском районе лес сажают уже сегодня. Начали с молодых сосен. Они устойчивы и к засухе, и к заморозкам. Обновят лес саженцами Сабинского лесхоза в 31 районе Татарстана. Больше всего заказов от 8 близлежащих. Наши леса 60 тысяч гектаров, они расположены в 8 муниципальных районах. В Сокогорский район, Арский район, Тюлясинский, Пестеричинский районы, Сабинский район, Кукмурский район, Мамадырский район и Балтасинский район. А этот меч – разработка селекционного центра. Саженцы выращивают в специальных квадратных стаканчиках, и наконечник меча полностью повторяет форму и размер корня. Поэтому сажать становится намного проще. Акция «Сохраним лес» масштабно развернется в начале октября в рамках национального проекта «Экология». На его реализацию в этом году из республиканского бюджета выделено почти 2 миллиарда рублей. Так, к концу акции леса Татарстана восстановят на площади в 1500 гектаров. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Сабинский район.